Вступил такой момент, когда, я не могу сказать, как это было, думать, что это было во сне, но он очень ясно любил своего сына на прекрасном цветущем лугу. И этот мальчик, обращаясь к нему, задает вопрос. Папа, почему ты так скорбишь обо мне? Я сейчас с Богом, и мне сейчас здесь значительно лучше, чем было там, на земле. Вы знаете, вот это переживание, оно так повлияло в нужды этого нашего брата, это успокоило его, это дало ему новых сил, чтобы он мог совершать служение перед Богом. Я не знаю, даст ли какое-то особое откровение Господь на самую надежду. Я знаю, что он тещен, но не знаю, как он это сделал. Но мы имеем удивительное обрекование в Священных Писаниях о тех детях, которые умирают. Когда-то Христу привезли детей, чтобы он мог помолиться к ним. Господь сказал следующее слово. «Пустите детей, приходите ко мне, и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царство Божие». Виталий, он был в том возрасте, когда я думал, что сделать что-то плохое, он, наверное, еще и подумать не мог чего-либо плохого. И сегодня мы имеем это обрекование. Таковых есть Царство Божие. Мы не знаем, почему прервалась физическая жизнь. Но одно на основании Священного Писания мы знаем совершенно точно. Его маленькая душа, она находится сейчас у Отца Небесного. Это обетование в Библии, так говорит Бог. Поэтому, дорогие Саша, Надя, ухватитесь за это обетование. Пусть это слово даст вам особую поддержку и утешение в этой сложной ситуации. Виталий сейчас у Господа. Мы молились, мы просили, мы просили об исцелении. Неоднократно совершалось это молитва. Но у Господа был другой план. Не знаем почему. Но Он находится сейчас с Богом. Укрепитесь любовь на Бога. Исполни еще одну пейду, пожалуйста. Я хотел бы, в свою очередь, прославить Господа, но спеть также в обмудрении Саши с Надей песню на английском языке. Слова приблизительно такие. Я все могу в Иисусе Христе. Но иногда удивляюсь, что Христос может сделать через меня. Я не могу показать никакого успеха или славы самостоятельно. Но в моей слабости проявляется Его сила. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 И никто не помыслит, что праведник восхищается на зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Мы верим, и Саня так говорит, что дети, которые малые, которые рождаются, Господь сказал, что таковых есть Царство Небесное. И вот этот текст, что праведник умирает, никто не прилагает к сербам. То есть, когда умирают дети, когда умирают младенцы, может быть, не все понимают, что происходит на самом деле. Но на самом деле происходит, слово Божий говорит, что праведник восхищается на зла. В некоторых переводах вот этот текст звучит чуть-чуть по-другому. Он звучит таким образом, что праведник восхищается от грядущего зла. То есть, от того зла, который приходит перед Божем один и один друг. А мне было интересно вот что. Когда я на этих днях недавно закончил чтение Откровения, когда читаешь книгу Откровения, в которой Господь открыл, что будет на земле, я подумал вот о чем, что действительно мы не знаем, что было бы с Виталиком, если бы его жизнь продлилась, что было бы в его жизни, какова была бы его жизнь. Но мы знаем, скорее всего, что если Бог восхитит Церковь, если будет его происшествие где-то в нашем поколении, или даже, может быть, в следующем поколении, то поколение наших детей может застать огромные скорби, огромные переживания, великую скорбь, о которой Писание говорит, что не было такой скорби никогда. Это поколение застанет эту скорбь. И вот тогда, если понимать, вот так, знаете, я посмотрел немножко Откровение, что происходит, что будет происходить, когда придет вот эта великая скорбь на земле. Итак, если посмотреть немножко, очень-очень коротко, вот Откровение, первые скорби, или первые страдания, которые придут на эту землю, Откровение говорит о снятии семи печати. При снятии каждой печати происходит горе какое-то, скорби, гнев тоже изливается на землю. Сначала семь печати, при которых будет четыре всадника, мы знаем, да, четыре коня с всадниками. После этого семь ангелов с трубами. Потом приходит зверь с семью головами и десятью роками. После этого семь ангелов последних, как бы, которые изливают семь чаш гнева на землю. И вот это описание, если вот всех почитать книгу Откровения, вот это описание всех вот этих скорбей находит действительно очень такое мрачное настроение. Я себе представляю вот так, если, не дай Бог, люди, которые, вот те, которые не приняли Христа, остаются на эту великую скорбь, что должны они перенести? И после этого идет описание буквально в нескольких главах. Вот после того, как происходят все чаши неба, весь днев Божий изливается на землю, и после того, когда будет сквачен зверь, жиль пророки, сатана и брошенный в озеро Огненное, что происходит в Откровении? Описание неба. Я хотел бы несколько текстов прочитать. Описание то, что будет, или то, что Бог приготовил, или другими словами. Вот в этом тексте в Исаии, что написано о том, что мужи восхищаются от зла. Он отходит к миру, ходящие прямым путем будут покоиться на ложах своих. Вот отойти к миру, или покоиться на ложах своих, вот это описание пребывания в блаженстве. Это то, что приготовил Бог любящим Его. Я уверен и знаю, что очень рад, что Саша и Надя тоже верят и понимают, что как Марк, так и Виталик находятся теперь в лучшем мире, а не у Господа. Посмотрите, вот несколько слов я хотел бы прочитать с Откровения 21 глава. «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и море уже нет. И я и я увидел святой город Иерусалим, новый, сходящий с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Сесть, скинье Бога с человеками, и Он будет обитать с ними, и они будут Его народом, и Сам Бог с ними будет Богом их. И отрет Бог всякую слезу сочинений, и смерти не будет уже, ни плача, ни мокля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло. И сказал сидящий на престоле, «Се творю все новое». И говорит мне, «Напиши, ибо слова сии истинны и верны». И сказал мне, «Совершилось! Я есть Альфа и Омега, начало и конец. Жаждущему дам от источника воды живой, побеждающий наследует все, и буду Ему Богом, и Он будет мне сыном». Вот описание неба, что Бог приготовил для тех, кто будет там. Вы знаете, и это не только все. Вот если читать 21 и 22 главу, очень коротко несколько еще вещей, которые я хотел бы чуть-чуть подчеркнуть. Будет великий город, 21 главе, дальше описание есть, Святого Иерусалима. И ту красоту, которую Он имеет. Иерусалим, который имеет красоту. И то, что будет там, та слава, то светило, те 12 ворот, 12 жемчужек, храм, который, ну, говорится, что не будет храма, но сам Бог, этот храм, Господь говорит о том, что эти слова верны и истинны. И поэтому в этом нужно нам верить. Я очень рад, что Саша и Геннадий очень уверены в этом. Мы говорили очень много об этом. Я хотел бы, чтобы вот эти слова, то, что Писание говорит, что когда происходит смерть, когда происходит вот эта разлука, это разлука, это разлука ненадолго. Это разлука временная. И он находится намного в лучшем мире. Вы знаете, дети нам даются на время. Я, вот, Петр Твайлович говорил о книге Иова. Реакция Иова. Что он сказал? Сразу после того, как он потерял десятерых детей, после того, как нам в один день, потерял 10 детей. После этого сказано так. И сказал Иов, «Нах я вышел из чрева Матери Моей и так не возвращусь». Господь дал, Господь и взял. «Да будет имя Господне благословенное». Сказать слова, что забудет имя Господне благословенное, нужно настолько принять то, что делает Бог. Я хотел бы вот сейчас, особенно к Саше и Геннаде и к родным, сказать, «Дети даются нам, Богом, на время». И когда мы воспитываем их, понимание, что это дар Божий на определенное время очень важно. Потому что иногда, когда дети вырастают, женятся и выходят замуж, родители, которые сильно привязываются к детям, не считают их своими собственными, как то, что им не всегда принадлежит, не всегда могут отпустить их правильно, благословить их на будущую жизнь. Понимание, что Бог дает детей. Точно так же должно быть правильное понимание, что Бог и берет их. Это доверие. И, вы знаете, мне кажется, я думаю, что Бог иногда, беря детей, сейчас, забрав Виталия от вас, я думаю, что не ошибусь, что у него был план, и вы сделали все, что вы могли сделать. Еще раз хочу сказать, что он намного надежнее в руках, чем был у вас. Вы можете полностью это верить. То есть, у Бога не только он в блаженном состоянии, но он намного в безопаснее месте. Он за этот год небольшой много успел предупредить. Много болей, много операций. Но сейчас там не находится, а ты уничтожил. Пусть поскольку благословит вас, я очень хотел бы, что вы понимаете в сердце. Это нормально, когда родные плачут, когда есть страдания, нормально. Но чтобы вместе с этим было понимание, что мы верующие люди не доходим до такого сильного страдания и отчаяния. Мы не этого права это делать, потому что мы знаем, что Бог дает, и Бог берет. Если вы будете понимать это, если вы будете сами себе напоминать, что то, что Бог дал, и он в праве был взят, и он в праве был взят. И его собрали в вашем доме. Божьим и Христом, И нам, и нам, Словою без кредля. Господь Иисус, Который славств Своей успехи в мир, И в небе, в небе, Словом, припас, Призом его славы, И в небе, в небе, С восторженым лицом, И в небе, в небе, Святую без кредля. Любые Господа, Своей земли, И в небе, Чтоб ты себе любить, Боги, в небе, И в небе, в небе, И исчезнут навсегда. Что это значит? И неужели смерть, вершина бытия, И человек от века Назначен быть только прахом, И ничем иначе? Нет, не могу поверить в это я. И снова Библия, Открытая страницей, Меня к Спасителю, Воскресшему, ведет, И снова в сердце мне, Живой Христос, Стучится, Верь, верующий Сына, Не умрет. Бушует в море, Пельница ревет. О, как беспомощно В сравнении с морем я. Но вот пройдут еще столетия ряд, И суши покажутся моя. Могу ли с морем я сравнить себя, Дрожащая осинка, Жизнь моя? Постиг ли ты Цену любви Христа? Как гофрин, Совокупность совершенства, В одной лишь капле Крови сокреста, Безмерный океан Бессмертия и блаженства. Аминь. Безмертия и блаженства. Безмертия и блаженства. В этот мир, И в однажды пришли, И в дни мы померись на угрозу, Ждет нас вечная жизнь в ее дни, За святой земли на грозах. Наша жизнь, она так устроена, Что мы постоянно имеем какие-то встречи и расставания. На короткое время Бог дает нам соприкоснуться с тем, кто на этой земле, И вот уже надо расставаться. Вся наша жизнь устроена таким образом. И вот я думаю, если бы мы просто-напросто действительно понимали, Что Бог на время нам дал друг друга, Наверное, наши отношения, они бы очень сильно изменились. Порой как много у нас недовольствия, Робот, еще чего-то на самых близких наших людей. Порой у мужа на жену, у жены на мужа, Порой мы вообще на наших детей, Но вдруг, какое-то дуговение, И мы с таким инфарктом, Пришло время, Осталось. Я знаю, что Александр и Мадия, Они вот за это короткое время, Как говорили Господь дал им сына, Они очень много вложили в него, И весомых ночей, И времени, И средств. Я видел, Когда в том же госпитале они находились, Надя там где-то украдкой сидит, Кушает, И все мысли, все переживания Виталики. Как он будет? Что будет с ним дальше? И, вы знаете, по-человечески, казалось бы, Вот с одной стороны, Когда Виталика Бог отозвал, Это определенное облегчение, Потому что, действительно, Столько страданий выпало на эту семью, Вот когда мы, В то время, когда умер Виталика, Приехали мы в дом, Сколько скорби было, Сколько слез, Несмотря на то, Что это было трудное время в их жизни, Пришло время расставаться. Расставание. И расставаться тяжело. Знаете, кто больше всего сейчас Может как-то поддержать и утешить? А, Александра Геннадия. Я не ошибусь, если скажу, что это Господь Бога. Смотрите, что написано по этому поводу Во втором послании к Коринфянам, Первой главе. Там с третьего стиха. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, Утешающий нас во всякой скорби нашей, Чтобы и мы могли утешать, находящихся во всякой скорби Тем утешениям, Которым Бог утешает нас самим. Интересное имя здесь у Господа. Отец милосердия и Бог всякого утешения. Не дай Бог никому породить своих детей. И я думаю, что это противоестественно для родителей и родителей своих детей. И слава Богу, что не многие из нас и живы. И поэтому я думаю, что для нас, может быть, нет тех слов, Которые мы могли бы сказать Саше и Нари, Потому что они теряют уже второго сына. Кто больше всего может их понять? Кто больше может их понять? Бог. Просто Бог. Почему? Потому что был момент В вечности Когда Бог определил Что Он готов Своего Сына отдать Отдать на страшных сына. Отдать на страшных сына. И в отличии, может быть, от Саши и Нари, Которые не могли ничего изменить, хотя много делали для этого. Бог мог всех с ним. Бог мог не отдать Своего Сына. Он сказал Он сказал Но Он пришел на меня. Боже Не хочу же оставить вас, братья в неведении от умерших, Дабы вы не скорбели, как прочие не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, То и умерших в Иисусе Бог приведет с ним. Ибо это говорим вам Словом Господним, Что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, Не предупредим умерших. Потому что Сам Господь при возвещении, При голосе Архангела и Трубе Божьей сойдет с неба, И мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых, Вместе с ними восхищены будем на облаках, Встретенье Господу на воздухе, И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга всеми словами. Дорогие друзья, сейчас, когда мы находимся здесь, на кладбище, Это обетование кажется невероятным. Невероятным выглядит то, что наступит момент, Могилы откроются, Гробы откроются, И все уповавшие на Господа воскреснут для жизни вечной. Но Слово Божие имеет силу. По-человечески это невозможно, Но Бог совершит это. И мы прочитали, Чтобы вот именно этими словами Мы могли бы друг друга утешать, Поддерживать, Указывать на ту грядущую встречу, Которая ожидает искупленных детей Божьих. Мы уже говорили о тех обетованиях, Которые имеют почившие дети. Но в Библии есть еще одно слово очень интересное. Что дети, даже в неверующей семье и муж, Они освящаются, Даже если один из родителей является верующим. У Виталия и папа, и мама, верующие люди. И поэтому вот это обетование из Писания О грядущем воскресении Мы вполне можем относить к Виталию. И его ожидает это славное упование, Этот момент встречи там на облаках с Господом. Дорогие друзья, Утешим свои сердца этой надеждой И этим упованием. Аминь. Аминь. Сейчас сказать, что добавить Своей брат, служитель. Сказал это, что я хотел здесь сказать. Поскольку в доме молитвы там я внимательно слышал, И о воскресении почти никто не отметил. Здесь я вот это и хотел сказать. А со своей стороны только скажу. Как написано, как в Адаме все умирают, Так во Христе все оживут. Первенец Христос, а затем Христовы пришествия Его. И поэтому я хотел бы, хотя и сам скольблю, Сказать своим детям, Чтобы утешались тем, что эта встреча состоится. Так это было показано. Христос показал здесь на земле. Вы помните, когда у гроба Лазаря, Когда Мария поспешала туда и говорит, Если бы ты был здесь, Господи, Не умер бы брат мой. А он что сказал? Воскреснет брат твой. Она говорит, знаю, что воскреснет В последний день. Но Христос здесь показал, Какое будет воскресенье. Христос знал, что будет воскресенье. То есть твердо верил и знал. Но он показал, каким образом будет воскресенье. Встретение на облаках. И я еще твердо убежден. Так я слышал мнение братьев проповедующих, Что мы еще на этой земле под этим солнышком Будем с Господом в тысячелетнем Царстве. И мы увидим, обязательно увидим друг друга. Аминь. Спасибо. Аминь. Сейчас, когда труба Господняя Давайте. Сейчас, когда труба Господняя Над землей прозвучит. Настанет вечное светлое заря. Не торопясь, давайте мы споем этот гимн. Сейчас, когда труба Господняя Над землею прозвучит. И настанет вечно светлое заря. Имена от всех спасенных Переклички повторит. Там по милости Господней буду я. На небесной На небесной Перекличке Перекличке Буду я На небесной На небесной На небесной Перекличке Там по милости Там по милости Господней На небесной На небесной Перекличке Перекличке На небесной Перекличке На небесной На небесной Перекличке На небесной Перекличке На небесной На небесной Перекличке На небесной Перекличке На небесной Перекличке Перекличке На небесной Перекличке Кפк Еще Успокоюсь я, успокоится сердце мое. 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 Успокоюсь я, успокоится Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вечная слава, вечная слава, вечная слава, слава Христу! Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок